Социальная справедливость. Важнее ничего нет. Об этом уже заговорили все. А вы помните, несколько лет назад я постоянно твердил, давайте усилим, давайте обеспечим социальную справедливость. Все сегодня этого хотят. Чего в России порой власти критикуют? И все ученые, я заметил, все социологи, общественники в России заговорили о социальной справедливости. Почему бунтуют Франция и другие западные государства? Да не в пенсионной реформе дело, а если и в ней, то люди требуют социальной справедливости. Не может быть так, что... Слушайте, я не знаю, как вы это воспринимаете, но поверьте, я человек, просвещенный в этом плане. Когда говорят о том, что самый богатый человек, и у него 300 миллиардов долларов собственности, собственности или в карманах там, или кешь, как это говорят, и так далее. 300 миллиардов. Это мыслимо? Это немыслимо. Но никто не посчитал, сколько миллионов человек на эти миллиарды работали. И чтобы получили эти люди гроши на выживание. Вот отсюда несправедливость. И это есть несправедливость, которая является причиной того, что происходит сегодня не только во Франции. Народ – единственный источник государственной власти и носитель суверенитета. Эта норма Конституции предопределяет главный принцип нашей политики – социальную справедливость. И мы будем следовать ему, что бы ни происходило в мире и в стране. Мы не ради красивого словца называем человека главной ценностью соблюдения прав граждан Беларуси, незыблемый постулат в нашем государстве, равный для всех права на бесплатное и доступное образование, медицину, на трудозащиту в случае болезни, равные возможности для профессионального старта – основные цели нашей социальной политики. Народ может рассчитывать на равноправную поддержку со стороны государства. Это справедливо, потому что… Я больше скажу, причина многих сегодняшних, как я уже сказал, потрясений в мире заключается именно в желании транснациональных корпораций вернуться к жесткой эксплуатации людей. В этом стремлении разделить людей на классы нас пытаются отбросить на тысячелетия назад. Задумайтесь над этим. Только один пример. Американский Apple согласился разместить свое производство в Азии, в Индии только на условиях 12-часового рабочего дня и увеличение нормы сверхурочного рабочего времени до 145 часов в квартал. 12 часов в день ежедневно и 145 часов в неделю сверхурочных работ. В Беларуси норма за квартал сверхурочных всего 45 часов. В погоне за инвестором пришлось скорректировать законодательство под угрозой все завоевания трудового народа за последние сто с лишним лет. От бесплатных медицины и образования до социальных пакетов и пенсий. Человесство плавно ведут к так называемому новому миру, в котором будут миллиарды лишних людей, бесправных, голодных, нищих, но зато якобы свободных в самых разнообразных либералистических проявлениях. Каких? Вы знаете. Люди это чувствуют и выходят на улицы. Посмотрите, как я уже сказал, что происходит на Западе и в той же Франции. Такие государства, как Беларусь, не просто раздражитель. Мы угроза этому проекту, потому что идем своей дорогой, вот этой дорогой, где пытаемся поддержать свой народ, своих людей, трудящихся. В нашей стране все, кто хочет и может работать, работают и зарабатывают. Повторю, кто хочет, у нас могут работать и зарабатывать. Это очень тонкая грань. Не хотел об этом говорить, но, извините, скажу, как президент. Как я говорил, не только же вы с меня должны шкуру драть, но и я вам какие-то вопросы народу должен задать. Все требуют, чтобы все были богатыми. Все требуют, чтобы и зарплата была по 3 тысячи рублей, как у лучших, а может быть и больше. Ну, допустим, я часто проводил пример, когда я прихожу в ведущие клиники, вот у Олега Румо был, спрашиваю у его заведующих, лучших врачей. Скажите, а какая у вас зарплата? Ну, я же, помните, устанавливал от районной больницы до наших медицинских центров в свое время зарплату. Если ты в вышесочайшей категории врач и можешь совершать любые операции вплоть до трансплантации, ну, так ты и получать будешь хорошие деньги. И этот врач один, второй мнутся, и даже мне ничего не говорят. Я говорю, я не до того, чтобы публично сказать. И сейчас не скажу эти тысячи долларов. Они мне говорят, Александр, все нормально, не волнуйтесь, хорошо. А вот сейчас группа работает, которую я направил по ФАПам, участковым больницам и районным больницам. В некоторых больницах, как я проводил пример, двери перекошенные не закрываются. В операционную, в операционной мыши ползают. Это что такое? Это кто виноват? Вы кого ждете? Вы, Лукашенко, ждете, что он придет вам там? Дверь вставит? Да не ждите. Это вина главного врача и того коллектива. А все хотите зарплату в пять тысяч долларов. Так нигде этого нет. Каждый получает столько, сколько он сможет сегодня заработать. Извините меня, если ты с детского сада уже ориентирован был, что знает на что. Если ты школу просто прошел, а кто-то карачился и учился, занимался, ты разве можешь быть конкурентным в нашей среде с этим человеком? Конечно, нет. Поэтому начинайте со своих детей с детства, если вы себя в свое время упустили. И не требуйте с меня всех подстричь под одну гребенку. Мы уже это проходили. Поэтому мы должны создать общество справедливости. Хорошо учился? Закончил вуз или не закончил? Руки золотые. Хороший специалист. У нас есть место, где можно заработать. У нас есть время, у нас есть хорошие учителя и наставники в производстве. Дерзайте! Зарплата, повторю, она должна быть заработана. Это справедливый подход. Нам удалось в прошлом году повысить ее как раз в реальном секторе, так и в бюджетной сфере, в номинальном выражении на 13%. Это позволило обеспечить зарплаты высшего уровня инфляции учителям, работникам культуры, соцобслуживания. Растет зарплата работников здравоохранения. Будем двигаться в таком направлении дальше. Но и спрос за результаты будет усилен. Как с этих самых врачей, которых там двери перекошены, или в операционной, как мне докладывают, дефибрилляторы лежат. Ну, знаешь, что такое операционная. Там всякое может быть. Приезжает группа врачей и спрашивает, ну, а дефибрилляторы у вас есть? Есть. А где они? А вон они, но они неисправные. Ну, там в группе специалисты. Специалисты. Реаниматологи там и прочее. Достают дефибрилляторы, хорошо работают. Так это же элементарно. Это же азбука для врача. Социальная справедливость, еще раз говорю, это социальная защищенность граждан. Мы всегда помним о наших стариках. Пенсии в прошлом году повышались трижды. Для будущих пенсионеров заработала программа накоплений на пенсию с государственной поддержки. Программа 3 плюс 3. Часть взносов на будущую пенсию работнику оплачивается из госсредств. Скажите, где еще, в какой стране вы найдете такой пример? Особенно сегодня. В целом, рост доходов в этом году должен превысить 4% в реальном выражении. Мы это выдержим. Мы это выдержим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...